здравствуйте ребята урок русский язык тема урока обращение и знаки пропинания при нем наши цели задачи и способы действия что обращение зачем интонация знаки пропинания как работаем группа наблюдаем делаем выводы кто хорошо владеет обращением тот непременно добивается успеха в общении а значит в жизни что такое обращение обращение это существительное одно или с зависимыми словами называющие того кому адресована речь например саша у тебя сегодня сколько уроков в данном предложении слова саша называет лицо которому обращается говорящий значит является обращением здесь обращение выделяется запятой работа в группах задание для первой группы задание для второй группы способы выражения обращение обычно выражены именами существительными однешевленными реже прилагательными или причастями в значении существительных хорошая любимая родная мы друг от друга далеко живем в роли обращение чаще всего выступают собственные имена и существительные называющие лиц по родству по общественному положению и по профессии вот любушка митя проститься прошел он едет к матушке своей личное местоимение второго лица ты и чаще входят в состав особого оборота выступающие в роли обращения и заключающие в себе качественную оценку лица что ты такой грицогины смотрите красавица вы моя в языке художественной литературы особенно в поических текстах используется обращение к неодушевленным предметам что шумишь ты рожь с белым голосом задание запишите номера предложения в таблицу в зависимости от значения обращения в них распределите обращение в таблице и поставьте нужный номер грамматическая форма обращение имеет форму именительного падежа и произносится с особой звательной интонацией друзья мои прекрасен наш союз разговорные речи существуют особые формы обращения так называемый усеченный именительный падеж существительного маш дай ручку петь опять приходи пораньше история обращения в русском языке в дверь на русском языке для обращений существовал специальный падеж седьмой он назывался звательным в сказке Александра Сергеевича Пушкина мы находим древнюю форму обращения старче например приплыла к нему рыбка спросила чего тебе надо в на старче задание подчеркните древнюю форму обращений распространенность обращений нераспространенные обращения выражены одним словом например старик я слышал много раз что ты меня от смерти спас в данном предложении старик нераспространенное предложение состоит из одного слова распространенное обращение включается в себя пояснительные слова девушка в синей шапочке вы забыли свой кошелек в данном предложении девушка в синей шапочке это распространенное обращение состоится из трех слов Задание. Распространение обращений пролагательными. Вперед. Чужой беде. Не смейся. Голубок. Здесь обращение в конце предложения. Ребята, обратите внимание. Обращение не является членом предложения. Обращение выделяется запятыми. Если обращение стоит в начале предложения и произносится с восклицательной интонацией, после него ставится восклицательный знак. А идущие дальше предложения начинаются с прописной буквы. Если обращение разбито на части, выделяется запятыми каждая часть. Частица О, стоящая перед обращением, не отделяется от него никаким знаком. Однородные обращения, соединенные союзом И или Да, запятой не разделяются. Частицы А и Да, стоящие перед обращением, запятой от них не отделяются, а перед ними запятая ставится. Задание. Спешите предложения, расставив знаки препинания. Обращение зависит от языковых традиций. Обращение зависит от культуры собеседников. Обращение зависит от речевой ситуации. Итак, мы выявили следующие признаки обращения. Обращение в слово или словосочетание. Нечленное предложение. Бывает распространённый, нераспространённый. Звательная интонация. Адресат речи-различия. На письме запятая или восприцательный знак. Урок закончился. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok